Наринмарские фермеры Это телеканал «Север». Пришло время подвести итоги дня. С вами Олег Хатензийский. Новости начинаются. Пожар, который произошел 20 июня по улице 60 лет Октября, назвали сложным. Спасателям удалось предвратить серьезные последствия. Об этом на оперативном совещании при губернаторе доложил заместитель начальника главного управления МЧС России по Ненискому округу Виктор Ивкин. Жертв пострадавших нет. Пожар был сложен тем, что внутри находились газовые баллоны, пустые, и также ломкости с топливами. Напомню, пожар произошел 20 июля. В районе рыбокомбината горели бесхозные деревянные строения, а так называемые сараи. Причины возгорания сейчас выясняет следствие. На еженедельном совещании также стало известно, у кого Ненинский округ возьмет в долг. Это произойдет впервые за многие годы. Напомню, на займ регион подтолкнул дефицит бюджета. Об этом сообщил руководитель Департамента финансов, экономики и имущества Владимир Бланк. Какую сумму намерен взять округ у кредиторов, расскажет Ирина Цепетова. Кредиторы определил электронный аукцион. В нем приняли участие четыре банка. Право предоставить Ненинскому округу займ досталось ВТБ, одному из крупнейших банков России. В течение десяти дней он перечислит региону первые 500 миллионов рублей из запланированных на этот год 2 миллиардов. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета. Вчера округ поставился в образный рекорд. Самый низкий остаток денег на счете за последние 15. 148 миллионов рублей. Представители банка, но уже другого, ждут в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. В четверг в область прибывает представитель Российского госбанка и совместно с экономикой финансовой экономики и имущества мы проведем встречу по определению людей по взаимодействию с Российским госбанком, по возможности привлечения кредитных ресурсов для развития нашего агрокомышленного комплекса. По графику без сбоев в регионе продолжается Северный завоз. Твердое топливо скоро будет в Оме. В начале августа горючее отправится в Усть-Кару и в Каратайку. В Андиге 20 июля открылось окно МФЦ. К своим обязанностям уже приступил инженер-инспектор. Теперь вопросы по замене и оформлению паспорта, земельных участков, разрешении на строительство и другие не менее важные вопросы будут решаться гораздо быстрее. Людям удобно, потому что не надо ездить в город, ходить по всем инстанциям, по всем учреждениям, собирать все документы. А тут пришел, все сдал, все документы, какие надо, оформили, отправили и тут же могут отправить сюда, уже готовые. Глава Колгуевского сельсовета также поделилась хорошей новостью. Специалисты ООО «Транзитстрой» приступили к реконструкции здания поселковой администрации. К сентябрю сюда должны заехать начальная школа, детский сад и дом культуры. Также на планерке стало известно о приезде гостей. В округ с визитами собираются наши соседи. В начале августа столицу региона планируют посетить временно исполняющие обязанности губернатора Архангельской области Игорь Орлов. Также ожидается приезд делегации республики Коми во главе с Вячеславом Гайзером. В рамках встречи будет подписан новый протокол к соглашению о сотрудничестве. Он включает основные шаги по ключевым направлениям. Ведь наши регионы связывают не только общая Тиманопечорская нефтегазоносная провинция, река Печора, но и серьезные экономические отношения. Ирина Цепитова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Картошка с гарантией. Экологически чистый продукт собственного производства на прилавках нашего магазина уже скоро станет нередкостью обычным явлением. Фермерские хозяйства набирают обороты. Если в прошлом году в НАО их было всего два, то за половину этого уже шесть. Одно из последних открылось весной. Сейчас с агропромы ждут первый урожай. Эти земли нетронутыми оставались десятилетия. А уже сегодня здесь растет картошка. Площадь небольшая. Всего 12 соток. Однако это только начало, уверяет частный фермер Юрий Рось. В перспективе увеличить угодья в разы. Всю выращенную продукцию агропром планирует реализовать здесь, в регионе. Прежде всего в детских садах, школах и больницах. Ее сможет приобрести и местное население. А желающих уже хоть отбавляя. Главное, говорит фермер, чтобы хватило на всех. Как Бог даст, посмотрим. Не дай Бог, как тот год был, что вообще ничего не собрали. Из-за погоды? Да. А в этом году как погода? В этом году нормально. В том году просто морозом побил. Ничего лишнего, только натуральные удобрения. Вот рецепт экологически чистого продукта. На этом поле размером в гектар работают всего два человека. Юрий и его сын. Уже в этом году, помимо выращивания картошки, частные фермеры намерены заняться птицеводством. Возможности есть. Здесь региональные власти всячески поддерживают местных энтузиастов. Агропромов они называют некими первооткрывателями, точнее, возродителями традиций. Надеемся, что теперь при государственной поддержке, при наличии частной инициативы и таких инициативных людей, как Юрий, мы и его сын Сергей, который как раз и зарегистрирован как крестьянское фермерское хозяйство, нам удастся возродить, скажем, картофелеводство. И надеюсь, это будет просто примером для остальных. Когда-то примером переселенцев из Коми, которые первыми стали выращивать картофель на ненецких землях, последовали жителям многих поселков. И это принесло хорошие результаты. Результат фермерского труда Юрия Рось на прилавках появится уже в сентябре. Олег Танзийский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В рамках Дня оленя пройдут традиционные спортивные состязания по национальным видам спорта и гонки на оленях-упряжках. Лучших спортсменов ждут медали, кубки, дипломы и ценные подарки. Но главным событием празднования станет честование победителей отраслевых производственных соревнований среди оленеводческих хозяйств. Лидеры станут обладателями денежных премий в размере 300, 250 и 200 тысяч рублей. Оленеводческие бригады победителей также получат от 60 до 160 тысяч рублей. Отдельно по шриад кочевников, которые ведут охоту на хищников, предоставляющих представляющих угрозу для оленей. По 8 тысяч рублей за волка и 10 тысяч за волчицу. На проведение праздника из бюджета региона выделено чуть больше 15 миллионов рублей. Хорошая новость для представителей бизнеса. Уже в ближайшее время они смогут получить полмиллиона рублей. 500 тысяч на развитие бизнеса. Власти округа утвердили сразу три важных документа, которые направлены на помощь начинающим предпринимателям. В тюрьму за рецидив в регионе могут возбудить первое головное дело на пьяного водителя. Администрация региона утвердила сразу три важных документа, определяющие порядок оказания финансовой помощи представителям малого и среднего предпринимательства. Так, начинающие бизнесмены, с момента регистрации которых прошло не более года, могут получить из бюджета региона грант в размере 500 тысяч рублей. Другим документом администрация НАУ утвердила порядок предоставления предпринимателям субсидий на возмещение отчасти затрат при уплате аванса при заключении договора лизинга. Ну и третий документ прописывает порядок возмещения отчасти затрат, связанных с предпринимательской деятельностью. Разобраться в тонкостях этих вопросов нам сейчас поможет директор фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Ненецкого округа Алексей Попов. Алексей, здравствуйте. Документы у вас перед глазами. Давайте остановимся подробно на первом документе, что он вообще предполагает. Грант предоставляется субъектом предпринимательства, начинающим субъектом предпринимательства, то есть до года на конкурсной основе. Для того, чтобы поучаствовать в данном конкурсе, предприниматель должен собрать определенный пакет документов. В этот пакет документов в основную часть представляет собой бизнес-план. По бизнес-плану мы в фонде, а также администрация округа оценивает проект, бизнес-проект по количественным и качественным показателям. К количественным показателям, в частности, относятся такие, как количество созданных рабочих мест, рентабельность проекта, бюджетная и социальная эффективность и так далее. К качественным проектам это нужность проекта для региона, место реализации и так далее. И по итогам оценки заявки принимается решение, допускать его до конкурса, этот бизнес-проект или нет. Далее собирается конкурсная комиссия, в которую входят представители администрации округа, а также бизнес-сообщества Ненецкого автономного округа. И предприниматель, который участвует в конкурсе грантов, презентует свой проект. И уже комиссия решает, какую сумму выдать предпринимателю. Выдать ему запрашиваемую сумму 500, а может быть меньше. А может быть совсем отклонить его проект, если он, как кажется, комиссии не актуален и не нужен. Хорошо. А на что можно потратить деньги будет? Данные деньги можно потратить непосредственно на начало бизнеса. То есть на закупку оборудования, может быть на аренду и так далее. Данные денежные средства нельзя потратить на транспортное средство, а также на зарплату. Вот я думаю, сейчас многие все равно предприниматели заинтересовались. А куда они могут обратиться, чтобы узнать подробности? В первую очередь предприниматели, приглашаем всех их к нам, чтобы они к нам приходили. Фонд. Да, к нам в фонд. Непосредственно мы находимся в переулке Арктическом 3, 306 кабинет. Там предприниматель может получить полную консультацию, как оформить документы, образцы документов все у нас есть. Поэтому приходите, мы вас ждем. Но при этом бесплатно? Да, абсолютно бесплатно, конечно. Ну что ж, два документа мы еще не обсудили, поэтому предлагаю встретиться чуть позже, чтобы уже сделать более подробный материал. Ну что ж, я напомню, у нас в гостях был директор фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства в Ненецком округе Алексей Попов. Речь шла о финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. Выпил, сел за руль, поехал в тюрьму. В Ненецком округе могут возбудить первое головное дело на пьяного водителя после июльских изменений в законах. Напомню, новые поправки предусматривают уголовную ответственность за повторную езду в нетрезвом виде. Полицейские такого рецидивиста взяли. Все произошло на автодороге Наринмар-Красная. Водителем оказалась женщина. Внимание инспекторов она привлекла неуверенной ездой. Сан-Йонг двигался неровно, машину словно кидал из стороны в сторону. При проверке документов было установлено, что данный водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базам данных ГИБДД также было установлено, что в 2015 году данный водитель уже привлекался к административной ответственности по статье 12.8.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. То есть за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, не имея права управления. Далее сотрудники ГИБДД действовали согласно закону. Штрафуют или посадят женщину станет известно чуть позже. А я пока напомню, 1 июля этого года в России водители, которые были повторно задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подлежат уголовной ответственности. И могут быть наказаны штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет. А вот сесть за роль такой водитель сможет только через три года. Ну а пешеходам, которые нарушили правила дорожного движения, грозит штраф в 500 рублей. С 1 июля, напомню, вступили в действие новые правила. Поправки в закон обязывают пешеходов иметь при себе светоотражающие предметы в темное время суток. Фликеры, катафоты, браслеты, значки на одежде человека должны быть хорошо видны водителям. В случае их отсутствия при ДТП виновным будет признан пешеход. Пока нововведения действуют вне населенных пунктов, при переходе дороги и движении по обочинам или краю на проезжей части в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Еще одно новое правило касается перевозки детей. И если их более 8 человек, то перевозить маленьких пассажиров можно только в автобусе, оборудованном тахографом и аппаратурой свутниковой навигации. При этом срок эксплуатации транспортного средства не должен превышать 10 лет. Государственная автоинспекция региона тем временем сообщает, жители Нинецкого округа стали реже покупать новые автомобили. С начала года в округе зарегистрировано 310 новых машин. Это на 140 автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пояснили в госавтоинспекции, прирост количества автомобилей носит сезонный характер. Число машин увеличивается в период навигации, а также во время работы зимника. В условиях экономии автомобилисты все чаще предпочитают поддержанные машины. За первое полугодие было зарегистрировано 638 таких автомобилей. В прошлом году за аналогичный период водителями приобретено на 73 автомобиля больше. А также в госавтоинспекции сообщили о снижении количества получаемых водительских удостоверений. С начала 2015 года в округе появилось 235 новых водителей. А вот в прошлом году обладателей прав на управление транспортным средством стало на 400 человек больше. Далее эксклюзивные кадры из Ямала. Мальчик, которому 7 тысяч лет. На Ямале найдена мумия ребенка, а его тело было обмотано в берестяной кокон. Уникальные кадры через несколько секунд. Тайна берестяной мумии раскрыта. В главном музее Салихарда вскрыли сенсационную находку, обнаруженную во время раскопок уникального археологического комплекса «Зеленый яр». Внутри мумии оказался ребенок. За работой ученых наблюдали наши коллеги из Салихарда. Пинцет, ножницы, скальпель. Разве что без стерильности слой за слоем антропологи снимают одеяние с мумии. На то, что это мумия, указывает сам кокон, повторяющий контуры человеческого тела. Ученые даже рискнули предположить возраст и пол, предварительно пропустив находку через компьютерный томограф. Это ребенок, ориентировочно около 6-7 лет, с интересными находками внутри. Это явно металлические пластины, которые укрывают лицо, грудную клетку, тазовую область. Справа у грудной клетки очень симпатичный топорик. Это, вероятно, был мальчик, потому что с девочками топорик, это маловероятно, что хоронили. Сергей Слепченко, антрополог с хирургическим опытом, такую операцию проводит впервые. В России не так много мумий, находят лишь на Алтае, в Западной Сибири. Поэтому некое волнение присутствует, но больше научный интерес. Через пару часов становится ясно, погребенного завернули в мех, бересту, дерево. Артефакты полностью подтверждают научные гипотезы. Это стандартное захоронение 13 века. Погребен укладывался лежа на спине, руки вытянуты, ноги вытянуты. Как правило, в погребальном обряде всегда присутствовали меховые изделия, то есть, возможно, шапка. На первый взгляд, одеяние небогатое. На Ямале были находки и в Соболях. А вот на 13 век указывает большое количество металла. В ранних могильниках его не использовали. Для поздних вполне характерное явление. Они покупали котлы в Зауралье, ну, по ту сторону Урала. Вот такие большие медные котлы. Почему они вывели полностью горшки глиняные из обращения? Мы покупали вот эти котлы, это удобнее гораздо. И вот из стенок котлов, раскатанных, они делали вот эти вот покрытия. Помимо бронзовых пластин, ученые извлекли и серебряные височные кольца, сувенир и бронзовый топорик. Добравшись до мумифицированных останков, в исследовании предполагается сделать перерыв. Необходима повторная томография, которая и позволит достоверно определить возраст, расположение и даже пол. На КТ вот при таком уже открытом положении будет все хорошо видно. А это элементы погребальной обрядности, то есть способ положения тела, это тоже элемент обрядности. И положение конечностей, положение головы, оно и все имеет семантическое значение. После томографии мумию оставят в музее имени Шимановского. Это конечно не мамонтенок, Люба, но тоже клондайк исторической информации. Отразив ее в научных статьях, экспонат вполне вероятно выставят на всеобщее обозрение. Галина Чечкова, Иван Макаров, Дмитрий Нагибин. Программа «Время Ямала» Салихар. Такова картина дня. Это были новости на севере. Также вы можете найти их на нашем сайте и в социальных сетях. Далее прогноз погоды на предстоящие сутки.